Добрый день. Уже как анонсировали, это небольшая часть моей диссертационной работы, которая будет защищаться в ближайшее время. И я бы хотела рассказать именно о части, которая посвящена поиску потенциальных способов защиты клеток мозга об условиях бета-амилоидной нейротоксичности. Ну вот заболевания, такие как деменция, к которым относится болезнь Альцгеймера, она на данный момент является очень актуальной в связи с тем, что у нас очень быстро происходит процесс старения населения из-за низкой рождаемости. И вот здесь видна динамика, которая очень весьма плачевна. Данный вид заболевания на данный момент не имеет такового лечения. Это все поддерживающая терапия. И вот представлены известные люди мировые, которые имеют данный вид заболевания. И вот также принц Чарльз, который сейчас является паралем, в 2011 году у него была тоже диагностирована болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера связана с накоплением патологичной формы белка бета-амилоида. Бета-амилоид – это витальный, необходимый белок. Но когда он меняет свою структуру, либо образуются небольшие его фрагменты, происходит процесс образования олигомеров, которые имеют токсические свойства, они встраиваются в клетку и приводят к ряду очень фатальных процессов. То есть у нас происходит и нарушение кальциевого гомеостаза. Как было сказано ранее, что избыток кальция в клетке резкий приводит к нарушениям работы митохондрии, к ее деполяризации и запуск клеточной гибели. Ну, кроме того, там и кислительный стресс и много рязных таких проблем. А на данный момент с болезни Альцгеймера у нас зарегистрирован в Российской Федерации препарат, такой как мемонтин – это блокатор НМДА-рецепторов, глутаматных рецепторов, но тоже он применяется на ранних стадиях. Но это тоже как один из видов поддерживающей терапии для поддержания функций памяти, ну, тоже до определенного периода. И мы предположили несколько путей с целью защиты нейронов в условиях бета-мелоидной нейротоксичности. Одним из них было предположить, что если мы сможем ограничить поступление линия кальция в митохондрии, то есть полностью блокировать – это плохо. То есть кальцию нужен – это одна из сигнальных молекул, которая позволяет клеткам общаться. То есть он участвует у нас в передаче сигнала, не сигнальная молекула. Но при этом его избыток приводит к патологическим слоям. И если мы сможем ограничить поступление кальция уже в присутствии бета-мелоида, то поможет снизить клеточную гибель. Либо мы можем, возможно, подействовать как-то на бета-амелоид. И вот нами был использован как инструмент препарат, который был синтезирован в Институте физиологически активных вещей в черноголовке, который показывал способность ограничения поступления кальция в митохондрии. Это вот препараты TG2112, TG2113. И вторым направлением по воздействию на бета-амелоид – это было возможно применение синтезированного кислорода. По литературным данным имеются данные о том, что синтезированный кислород сейчас применяется в онкологической практике. Его применяют для воздействия на опухолевые клетки с целью их гибели. И синтезируется он в организме через фотосенсибилизаторы. То есть в фотосенсибилизаторы происходит воздействие и происходит выработка синтезированного кислорода. Но фотосенсибилизаторы имеют ряд ограничений. Они токсичны и время выведения. Ну, то есть ряд таких факторов негативных. Но в последнее время, благодаря развитию технического прогресса, появились лазеры с длиной волны 1270-1264. Это длина волны, на которой имеется максимальная абсорция кислорода. И воздействие данным лазером мы можем генерировать синтезированный кислород без использования фотосенсибилизатора. И вот по последним данным были работы о том, что небольшие высокие дозировки у нас приводят к гибели клетки. Низкие дозировки, наоборот, улучшают биоэнергетику в клетках мозга и достаточно благотворно влияют. И мы подумали, может быть, мы можем применить данный инструмент в условиях бета-амилоидной нейротоксичности. И согласно литературным данным сейчас проводятся работы, в частности в Японии. Но с применением фотосенсибилизаторов синтезированный кислород применяют для снижения милоидной нейротоксичности. Это связано с тем, что бета-амилоид – это белок, в котором есть чувствительные остатки к активным формам кислорода. И воздействуя на них мы можем менять структуру бета-амилоида, переводя его в нетоксичную форму. И в данной работе мы использовали различные методы. Это были и методы флуоресцентной, и конфокальной микроскопии, и также применяли лазерную фотобиомодуляцию, которая была разработана на базе нашей лаборатории. Здесь приведены примеры, здесь плохо видно, как бета-амилоид. Мы использовали короткий токсичный фрагмент бета-амилоида 25-35. Здесь видно, что после внесения его в первичную нейроглиальную культуру у нас наблюдаются кальциевые вспышки. Вот видите, как елочка вся загорается, в процессе митохондрии деполяризуется, и происходит их гибель. У нас происходит увеличение кальция не только цитозольного, то есть флоуфо у нас характеризуется цитозольный, но и митохондриального кальция, что в свою очередь приводит к высокой клеточной гибели, то есть до 50% в клеточной культуре. И первым методом мы решили воздействовать и ограничивать поступление кальция в митохондрии. И мы показали, что данный препарат не снижает поступление кальция в цитозоль. То есть у нас в цитозоле после внесения амилоида мы наблюдаем высокий кальциевый сигнал. Но при этом в присутствии данных веществ у нас не происходит деполяризация. И в дальнейшем, когда мы стали смотреть, мы видим, что он снижает поступление кальция внутрь митохондрии. То есть внутрь митохондрии поступает не такой избыток, как без препарата. И мы наблюдаем снижение клеточной гибели. Вторым способом, который мы предложили, это было применение лазера. Мы проверяли, что действительно ли вырабатывается на сетлетный кислород. Мы использовали селективный зонд, который специфичен именно для сетлетного кислорода. Действительно, после воздействия лазера мы наблюдали рост. Здесь рост интенсивности флуоресценции. Мы подбирали необходимую дозу. И действительно, при одинаковой мощности были у нас подобраны разные дозы. При воздействии лазером с дозой 100 джоуль на квадратный сантиметр клеточная гибель снижалась более чем в два раза по сравнению с нашим контролем с бета-амилоидом. Но при этом, если мы повышали дозу, конечно, клеточная гибель у нас возрастала. Мы стали смотреть, с чем же это может быть связано. И мы заметили, что после обработки лазером у нас не происходит депилеризация клеток. И кроме этого, мы наблюдали также снижение содержания кальция внутри метахондрии по сравнению с амилоидным контролем. Мы предполагали, что, возможно, это было связано... Может быть, он как-то влияет на антиоксидантную защиту. Но при этом, когда мы провели исследование на определение восстановления глуптиона, мы наблюдали, что, наоборот, у нас происходит снижение. То есть это было не связано с увеличением содержания глуптиона. Ну, в общем, логично, так как мы вырабатываем активные формы кислорода, они тратят, потребляют у нас глуптион. Ну и наши выводы о том, что путем воздействия на метахондрии и снижения поступления кальция мы можем защитить нейроны в условиях амилоидной нейротоксичности. И также возможным путем, который требует еще дополнительных исследований, это генерация семилетного кислорода, но небольших дозов. Спасибо. Спасибо. Время на Ваши вопросы. Да, большое спасибо за доклад. Коллеги, помогаем Ольге Андреевне. Много времени на вопрос осталось. Спасибо за доклад. Скажите, что блокирует вход кальция в метахондрию, вот это вот черноголовское, оно по такому механизму действует, как через унипортером связывается? Ну, оно действует на метахондриальные кальциевые каналы. И еще, кроме этого, данный препарат влияет на НДА рецептора, то есть он снижал гутаматэксэктотоксичность. Ну, как, у них есть еще, они говорят о том, что он как-то влияет на состояние микротрубочек, то есть он в состоянии микротрубочек влияет и на НДА. Влияет на уровень кальция, потому что влияет. Спасибо. Так, еще у кого вопросы? Вот у меня такой наивный, наверное, вопрос. Откуда кальций-то берет? А бета-амилоид, встраиваясь в мембрану, делает, грубо говоря, как бы дырки в мембране. И у нас поступает неконтролируемо поступать в клетку. А из цитозоля метахондрии начинают клетку спасать, они ее в себя, ну, как в себя кальций накапливают. Ну, тогда сразу продал вопрос. Ну, вот смотрите, вы заблокировали вход кальция в метахондрии. Метахондрии, ну, вообще-то они как бы являются таким внутриклеточным. Деппо, куда можно загнать кальций и спасти клетку. А у вас получается тогда перегруженная цитоплазма к кальциям. Как клетка будет справляться с этим? Ну, она не полностью, кальций-то поступает, но вот меньше поступает. А вы мерили вообще, ну, как бы кальций в динамике цитоплазмы, присутствие этого блокатора, она восстанавливается до нормальной динамики? А, ну вот, можно сейчас посмотреть. Вот здесь. Ну, мы в динамике, то есть полчаса, не совсем долго. Потом происходит уменьшение, то есть нормализуется. Но диполяризации не происходит. То есть после этого кальций как бы нормализуется, митохондрии, они гиполяризуются от кальций. Спасибо. Да, еще вопрос. Генрюк, по второй части вашего доклада вопрос. Значит, вот про синглентный кислород, он сам где работает, или он превращается, там какая-нибудь перекись работает, ну, сигнальные, положительные сигнальные функции чего? С нового кальций кислорода? Механизм? Это интересный вопрос. То есть его отнести просто как… То есть тоже вопрос, мы пока не можем ответить. Это требует дополнительных исследований. Но, например, сказать, что он будет действовать и запускать как выработку активного форма кислорода, который приводится к стрессу, а перекись на ксении липиды не наблюдалось при выработке синглентного кислорода. Очевидно, что это какие-то сигнальные вещи, они в кавычках «добрые». А вот какие? Да, непонятно. Допустим, супероксидисмутат заблокировать, она с ней, это снимет эффект синглентного кислорода или нет? Ну, вот интересно. Ну, он отличается механизмом, например, как синглентный кислорода. Ну, предполагается, что у них по-другому как-то асинглентный кислород. Спасибо. Еще вопросы? Ну, вот тогда в продолжении того, вот Ольга Андреевна отвечает, что не вызывает окислительный стресс, ла-ла-ла. Как бы, но поэтому мы смотрим на гистограмму, которая здесь есть. И первое, что возникает вопрос, а вот увеличение доли мертвых клеток при облучении, да, вот второй и третий столбец относительно первого, здесь нет статистической значимости, то есть вы говорите… А вот тут оно вообще есть. Нет-нет-нет, я имею в виду, где-то только облучение без бета-амилоида. То есть вы говорите, что нет окислительного стресса, нет перекисного окисления липидов, но поэтому вы показываете снижение восстановленного глутатиона, да, и поэтому у вас количество мертвых клеток увеличивается, ну, так, наверное, раза в два. И я думаю, что статистическая значимость между контролем и облученными клетками есть. Мне кажется, просто надо это как-то аккуратнее, вот это говорить, что нет окислительного стресса, что нет перекисного окисления. Ну, тем не менее, да. Ну, здесь мы вот… Почему мы говорим, что это всё-таки положительный эффект? Если мы смотрим в условиях, вот сравнивать не с контролем, это как с лекарственными препаратами, если добавлять, да, они там таксичны. Но мы смотрим потенциальную пользу, как вот в любом препарате есть ограничения, то есть здоровые люди, зачем им пить? Но если у тебя бета-амилоид, у тебя половина клеток умирает, а ты хочешь облучиться, и у тебя станет. Вот у тебя снизится клеточная гибель, это уже положительный эффект. Нет, я просто к тому, что вот это прозвучало, что нет перекисного окисления, да, нет отрицательного эффекта, но поэтому как бы мы видим, что всё равно увеличить. Просто с точки зрения формулировок, мне кажется, можно осторожнее использовать. То есть всё равно что-то происходит, и какие-то, может быть, клетки, которые уже были на грани, может быть, они там погибают, да, но остальные, как бы основной пол клеток спасается, это безусловно, это видно. Ну, просто формулировки такие. Так, ещё, я думаю, здесь полезно, безумные вопросы. Полезно все вопросы. Вот смотрите, вы вот заблокируете этим вот веществом магическим, черноголовским, да, там вход кальция в метаконрии, тем самым вы его как бы оставляете в цитозоре. Ну, мы ограничиваем, он не полностью его останавливает, он как бы его ограничивается, у нас всё равно же происходит пип. Ну, он у вас остаётся в цитозоре, правильно я понимаю? Ну, да. А это вот эта культура первичных нейронов, да, хотите? Да, 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 да. Вот смотрите, если бы они были бы в сети нейрональной, да, у вас вдруг поднимается присутствие этого блокатора. Просто интересно, что будет, если на срез его налить живой. У вас поднимается цитозольный кальций, наверняка выше одного микромоля, я думаю. Вот. И у вас начинается там такая спонтанная, повышенная активность нейронов, которая может кончиться просто эпилепсией. То есть вы вроде как митохондрию спасли, а пациента брохнули, нет? Но это так, это... Я обещал безумный вопрос. Параллельно ещё мы делали часть, которые вышли, они делали, и у них улучшились эпилептические, вроде как у них всё было хорошо, да. Но это при маленьких ситуациях, а больших там негативные, летние, третьи. Там концентрация до препарата, препарата. Ну, мы то, что на клетках едили, в клетках реализуются, у них там не клетчная гибель, просто огромная. То есть вот чуть-чуть концентрацию превысишь препарата, и всё, клетчная гибель, у них депилеризация, вот, то есть у них выключается кальций, да. Всё зависит, вот как яд и лекарство, всё зависит от дозы. Кальций, пожалуйста, просто так. А, конечно, в принципе, для них это надо, нужно, чтобы это было сложно. Ну, они смотрели и на, вообще смотрели МВС-кицин модели, то есть на изолитетных метафондриях смотрели, СМВ-кицин смотрели, ну, вот где вот подкасты, награничивает чай, убирает, убирает. Ну, они говорят, что она делается на так, что вы деляли на него, что вы на таком беде, посмотрели, что они, да, 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 а вот Спасибо. Я надеюсь, я не задерживаю, потому что у меня, наверное, немного глупый вопрос, как вот от человека, который не очень занимается синглитным кислородом. Получается, что синглитный кислород может влиять на структуру бета-амилоида и каким-то образом защищать клетки. Ну да, предполагается. Но также есть вероятность, что он ассоциирован с какой-то небольшой выработкой активной формы кислорода в дальнейшем. И у вас эксперименты, ну они короткие на 30 минут, правильно? Есть ли вероятность, что, например, когда мы... Да, а есть ли вероятность, что, допустим, если у... Когда мы говорим о пациенте с болезнью Альцгеймером, у него уже есть там отложение бета-амилоида, и помимо этого есть и окислительный стресс, а там клеткам уже как бы очень много активных форм кислорода. Есть ли вероятность, что, активируя, скажем так, выработку синглитного кислорода, можно еще больше усилить и без того активную продукцию АФК и сделать больше, ну, плохого, чем хорошего для таких клеток в таких случаях? Ну, согласно пациентам данных, работа проводит уже и на скальник, но с кодосенсибилизатором. И на скальник в модели, в машинной модели с болезнью Альцгеймера, где уже были сформированы мелодийные пляжки, ну, сформированы генераторы, они обрабатывали лазером, сплетут свои кодосенсибилизатора, и у них не мешалось количество, они не мешали уже это количество сформированных пляжек. То есть у них, ну, как эффект превышался, но насколько у них запускался стресс, вот я вот могу сейчас сказать, ну, говорится о том, что будет достаточно положительный эффект. Уже на этапе, когда уже кто-то, ну, то есть у них происходит исключение. Ну, как бы есть ограничения на фотосенсибилизаторы. Фотосенсибилизаторы там дают свои тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.